Молчат парады, и сидят, молчат такие, я даже не знаю, отсиживаются, что же ездят. 15 минут спокойно. Спокойно, да. А все еще какие-то вопросы? Давайте с тобой. Если нет вопросов, я могу вас отпустить. Вина, вы думаете, вот как вам кажется, есть смысл учить модную грамотку в обычной школе? Ну это язык, как вариант учения. Мне так обидно, что люди, которые там лишены каких-то особых способностей, проходят мимо этого. Я думаю, что это, как сказать, понимаете, есть ли смысл учить свой логарифм? Вот, есть. На чем мы растем, как бы, есть действительно смысл, хотя они никогда в жизни на практике почти не используются, да? Но есть смысл, потому что работают, образуются связи какие-то по-разному. Почему мы должны, там, если запоминать, что семейство просто цветных, послевок, зачем мы учим биологию, биографию? Не только потому, что нам дают разные науки, с которыми мы должны познакомиться. И мы ведь хотим, что человек будет врачом, ему вот это нужно, а вот это совсем не нужно. А кто-то будет, ну, сколько вот мы все используем знаний из школьной программы? 5% в 5 максимум, это в лучшем случае. Вот. Это нужно не только для того, чтобы вы знали, что это есть, а для того, чтобы там в мозгов заводить определенные связи. Чтобы мы могли читать сложные тексты с какими-то там словами, да? Чтобы мы могли что-то, ну, вот для этого. То есть, если человек говорит, мне, как бы, более бедно, говорит старший, что мне эта алгебра никогда в жизни не будет нужна. Это совершенно правда, она никогда не будет нужна. Но я не говорю, ты умный, гуманитарий в состоянии знать предмет на 4. Ну, в состоянии, да. Потому что не для того, чтобы ты, она тебе пригодилась. Во-первых, никогда не знаешь, что тебе пригодится. Во-вторых, действительно возникает... Вот недавно у Дина Сабитова прочитала, по-кому попытки, то есть, на момент, как они ставили какие-то палатку на улице, ей пригодились знания о построении каких-то прямоугольников. То есть, у нее был вопрос, дорогие гуманитарии, сколько вы знаете способов построения прямоугольного треугольника руками, без инструментов, да? Никогда не знаешь, что друг тебе, оказывается, вот это вот нужно. Вот. То же самое, основной грамотой. Мне кажется, это одна из тех вещей, на которые очень можно расти. Но, опять же, возвращаясь к тому моменту, что детям нужны образцы, да, что им нужно, чтобы от их оставалось 12 человек вместо этой битвы состоялось в 1918 году. Ну, важно, не важно, не знаю. А вот, что касается эмоциональных вещей, в школе их дают мало. То есть, эмоциональное развитие в школе производят очень мало. Например, всем нашим учителям очень важно, чтобы дети писали с правильным наклоном, не заступали за поля, писали через буквы И, и очень мало важно, что они на самом деле пишут. Потому что, когда человеку нужно что-то писать, выясняется, что здесь ты не поставил запятую, здесь у тебя какой-то еще... И человек начинает уже думать, я лучше вообще не буду писать ничего. Поэтому нам так сложно дают сочинения, потому что мне кажется, что необходимо давать детям возможность писать все, что угодно, без оценки. Тебя не будут оценивать. Пиши все, что хочешь. То есть, по крайней мере, не будет оценивать. Вот я знаю, что наша учительница в школе 57-м, в 5-м классе нашим умным детям дает задание в рефературе, когда они проходят, например, сказки Андексена, и она говорит, пишите, мы пишем сказку Андексена, в этом стиле, да? Я получаю, они у меня были на руках, кучу работ. Начиная со сказки про дрель, как там был какой-то там рабочий, который очень любил свою дрель и всегда смазывал ее на ночь, заканчивая там каким-то совершенно классическим текстом, например, дерево, там, еще что-то. При этом они написаны довольно хорошо, и я вижу, что она не исправляет ни одной артографической ошибки. Она это делает на русском языке. А здесь они написали, и она оценивает, как сделано, там, еще что-то. То есть мысли человека интересны, как он это выражает. И нужно иногда давать человеку возможность выражать свои мысли без оценки. Потому что если мы за всем получаем оценку, понимаете, какой-то момент нас учит, особенно, может, это касается мальчиков. Нас учит, что нам задание должно выполнить. Потом нам еще дают задание, должно выполнить. Если человек говорит, я не буду это делать. Вчера сын написал, вы на мискласс, он написал, зачем мне это надо. В третий раз, может быть, в язык он написал, он говорит, мол, мы с ним поговорили о том, как он виноват, но, в принципе, я согласна с ним, это тоже надо. То есть мы поговорили о том, зачем это надо в данной ситуации, и почему не надо было у нас выступать. Зачем мне все это надо? Вот. А когда человек заканчивает школу, он говорит, тебе это надо, чтобы сдать ЕГЭ, чтобы поступить в БУС, чтобы не платить ИВАР. Потом тебе говорят, тебе это надо, чтобы учить ИГУ, учить еще, чтобы... Потом школа заканчивается, и человек говорит, я любое задание могу выполнить, и задание тебе никто не дает. Почему? Ну, оказывается, все беспомощно. Потому что выясняется, что в школе нас учили только выполнять задания, угадывать, как у меня дети тоже... Ну, дети очень хорошие, они иногда очень точно ловят вещи, они говорят, когда кто-то присылает эти задания для детей у класса, ты не можешь его понять, что он вообще имел в виду. Они говорят, автор учебника имел в виду УТЭК. То есть мы должны не ответить правильно на вопрос, а понять, что имел в виду автор учебника. В принципе, вот вы, как люди уже более опытные, часто в этих вещах сечете лучше, чем, например, ваши родители, потому что у вас уже есть опыт, и вы понимаете, что автор этого учебника, скорее всего, здесь имел в виду УТЭК. Почему мне очень нравится задание, которое... Я по системе музыки так сошла на свое любимое образование вообще. Почему мне очень нравится... Например, у моих детей тоже в школе было задание, как вы знаете, детям говорят, найди лишнее, да? Там, груши, яблоки, сен, трактор, найди лишнее. И в какой-то ситуации говорят, вот есть какие-то предметы, объясните, что каждый из них может быть лишним. То есть вопрос не в том, что ты должен угадать, а в том, что ты должен сказать, что это лишнее и почему. Это лишнее и почему. Или вот у меня старший ребенок в восьмом классе, учится, и говорит, что вам тезис докажите его, доказали тебе, доказали тебе, доказали тебе получше. Вот. И это оказывается, ну, важнее и интереснее, чем, ну, угадать, что у него было. Почему я вот об этом говорю? Потому что это все очень касается и музыкального образования, и образования вообще, потому что, скажем так, несмотря на то, что у меня очень много вопросов, как у нас у всех, да? У всех родителей очень много вопросов в системе образования, и музыкальной, и вообще, но ответов очень немного, потому что ответ пока только один. Работает личность учителя. То есть если учитель умеет что-то себе представляет, он может любой пример. Он может музыку сделать, да? Совершенно волшебный пример. У меня есть знакомый, дедушка, который работает в музыкальной школе в городе, в Вышнем Волочке. И мой учитель, поскольку он говорил, что это у меня это самый великий учитель, потому что у меня есть дед в ладоши Ширяков. У него все запрошены. Никто не поступили никуда. Ни разу. Не все. Кто-то остался, потому что не было вообще покопать портошку. Кто-то раз будет в черту, кто-то стал космонавтом. Кто-то реально стал космонавтом. Вот. Но по факту все закончили семьи. И мы продолжали ходить. Неизвестно почему будет. Может быть, я не знаю, чем упрал, да? Что был человек, который пришел на любой инструмент, но потом вернулся. Вот. Вот это вот чудо, да, покойка? Это пока невозможно в системе. То есть нет системы, которая бы работала так, что в этой системе всем этим будет хорошо в школе. Как правило, все системы, которые учителя-методисты устраивают, они работают, пока они эту систему не проводят. То есть все мы знаем, что есть школы, в которых есть какой-то великий учитель, и у него очень здорово учиться, но как только он пишет методику, кто-то пытается по ней работать. Часто это разваливается, к сожалению. Поэтому, что касается музыки, что касается литературы, я прихожу в школу, вот часто говорю, вещи противоположные тому, что говорят учителям. Ну, то есть, например, они говорят, зачем мы должны читать, и они говорят, кому учить должны. Потому что задача учителя вот такая, а наша задача показать, что рядом с ними есть вот этот мир. Хочешь, зайди туда, посмотри, что там. Вот, если тебе интересно, то у тебя будет какое-то движение дальше. Почему вот этот мой герой, вот из этой книжки, вот из этих рукав, у него он любит друг друга? Он не любит музыку, он не любит театр, мама работает в театре, он хочет слушать. Но это, кстати, вот мои реальные ощущения. Он не может сидеть в зале и слушать. То есть, когда мы заставляли сидеть, сиди смотреть спектакль, он упадил. Он уползал, мы играли, мама работает в театре. У нас очень много таких детей, которые работают в театре. Наши театральные дети, они где-то болтаются. И есть дети, которые смотрят раз за разом. То есть, мальчик, который смотрит спектакль, маму или, наверное, 55-й раз, он смотрит его и смотрит, ему нравится. Я его не понимаю, потому что мне было скучно. Потому что, когда я играю в спектакль, маму, я думаю, господи, когда же уже закончится. Ну, бывают ситуации, когда, например, какая-то трагическая опера, там еще что-то, а есть артист, которые уже ее убьют уже, чтобы она уже больше не пела. Такие вещи тоже происходят. А есть дети, которым неинтересно слушать, но они, например, работают в театре. Они очень хорошо могут играть, но не будут слушать. И мой герой, он любит стоять за сценой, и смотреть, как это происходит. Какой-то человек, который пришел такой, курил, постоял, что-то поделал, потом он вышел на сцену, там вот он такой, потом он ушел, и здесь уже опять он другой. Или там есть эпизод, что про одного дядя, он думал, что это какой-то там монтёр, а потом он его увидел на канале Культура. Вдруг. Вот. И эти вещи, мне кажется, мне тоже очень нравится. Мне она очень нравится театр изнутри. Театр со стороны зрителей не интересен. Есть люди, которым интересно, как они нравятся. Ну, например, вот я не люблю. Я, когда играла «Щеновечка» в «Бесконечном декабре», я думаю, будет просто посмотреть, как следует фильм. Потому что есть куски. Я вообще очень хорошо сижу, работаю в театре «Яме», вот так сижу с края, с сеточки. У меня видно сцену. Все время работаю, вижу, что там происходит. Это очень любопытно, потому что, когда ты видишь один и тот же спектакль с разными актёрами, или с разным балетом, ты видишь, что от режиссёра, а что от актёра. Когда один делает так, другой делает так, потом ты видишь, когда кто-то лжанулся, как он из этой ситуации вышел. Внутри происходят всегда отдельные спектакли, невидимые публики. У нас происходит вообще отдельный спектакль, потому что все смотрят так, а кто на голову? А сейчас как? А вот это для вас. А в это время никто не подозревает вас, что он такие статистки играет. Или там, например, люди вот играют вместе, да, они в разводе. Ну, да, вот. А работа такая, тоже любопытные какие-то вещи. Я собираю этот щелкотчик, там есть куски, когда у вас очень много текста, и я не успеваю посмотреть. После этого как-то ужасно публика хломана. Я думаю, что что там происходит? То есть играющий, играющий, там такие аплодисменты. Хоть бы раз посмотреть, но в какой-то момент я пришла, оказалось, что я не работаю. Мне не надо. Я думаю, дай-ка я поеду, посмотрю. Я постояла, постояла, в 15 минут ушла читать. Ну, я не смотрелась. Хотя иногда бывает, но очень редко. Вот это я посмотрела, смотрела. Это надо что-то такое сделать, чем я необыкновенно. То же самое с книжками сейчас стало. В этом возрасте, вот, в 10-12 лет я читала вообще всё. Вообще всё. И мне нравилось всё. Я не могу сказать, что у меня были любимые книги. Мне нравился вот процесс заглатывания информации, да, любой. Единственное, у меня был прокол в газете «Правда». Я не смогла. Я пыталась. Там дети мне запрещали читать. У меня минус 8. И мне говорили, что нельзя, не занимайся. Это ничего. Вот. И потом требования возросли. А сейчас я вижу, что вообще очень редко не могу читать. И бывают моменты, когда вдруг ты перестаешь замечать, с чего это сделано. И тогда вот этот самый настоящий текст. Когда договариваешься и уже не видишь, какие художественные действия. То же самое и здесь. Когда вдруг ты перестаешь замечать, каким он пальцами играет, что он как сделал. Я думаю, это такой вид чудо, который редко, только сухой. То есть, на самом деле, чтобы не была иногда мучительна и тяжела работа артистная музыка. Она действительно иногда будет очень тяжелой физически. Есть такой момент. Любую другую работу, почти любую, можно сделать в другой момент. То есть, можно отложить и сделать после. Можно сделать через 5 минут. Можно подумать. Тут ты должен сделать ровно тогда, когда тебе показали. Показали, да. Прямо сейчас. Если ты кашляешь, не кашляешь. У тебя насморти нечем уделить. Если ты играть, ты ничего с тебя не можешь. Вот хуже насморти. И вот этот момент, он бывает и физически, и психологически тяжелый. Потому что независимо от того, что у тебя в голове, что у тебя случилось. Ты сидишь и играешь. И иногда совсем не пропускаешься из себя. И вдруг, через месяц, получается чудо какое-то. То есть, я не думаю, что это счастье. Убегально. То есть, либо пришел какой-то совет. Либо у тебя что-то произошло. У меня вчера, когда еще что-то произошло. После 5 часов, когда у нас мы вышли, генсировали. Потом у меня что-то произошло. Это было, может быть, совершенно незаметно на общем поне. Но я думаю, что у меня деньги не зря. Черт. Вот. Поэтому это вещь, которой заниматься стоит. И еще, кстати, такой вопрос. Участвуют родители. Если ребенок не хочет, стоит ли его заставлять? Понять с ними. Потому что, среди моих знакомых, есть люди, которые стали музыкантами, потому что мама им говорила, давай-давай. Есть музыканты, которые стали музыкантами, потому что мама им сказала, мне больше не надо. Есть такая версия, есть такая. Если бы на меня сильно очень давили, скорее всего, я бросила. У меня, по счастью, у меня был брат Вундеркент. По самом деле, это один из вариантов счастья. У меня старший брат Вундеркент в математике. Еще старшая сестра тоже очень умная. Меня вообще никто не пробовал. Вообще быть младшим ребенком, привив состоявшихся старших, очень любого. При этом они там что-то делали. То есть, моя музыка вообще никого не касалась. Ну, хочешь занимайся, не хочешь, не занимайся. Школа вообще родителя не волновала никогда. И это очень хорошо. Мне кажется, что младшим вообще легче в этом плане быть. Если бы мне говорили, давай-давай, давай на конкурс. У меня была вторая музыкальная школа. У нас была первая. Была вторая деревянная с выходом плечки. Поэтому у меня было довольно легко в этом плане. Так что я не знаю. Точно знаю совершенно, что бывают моменты, которые надо преодолеть. И это очень хорошо работает. Точно могу сказать, что люди, которые вытерпели. Или которые по любви до законченной музыкальной школы. Такие тоже есть. Особенно это касается духовых целей. Особенно это касается там, когда человек, не мама привела, а который лет 12 выбил деталом, например. Такие так учились с удовольствием. А кто-то бывает. Или контрабластные вещи. Как правило, все эти люди, которые бросили школу, бросили училища, бросили консерваторию, даже закончив ее. Они чего-то давили в жизни. Они умеют работать. Все люди, которые мои знакомые, кто бросил, у них, как правило, в самых разных областях. У меня есть директный магазин «Очков» знакомый. Есть сомелье. Есть там знакомый, который открыл... У нас есть очень крупный ресторатор, бывший вулкарнист в Москве. Люди, которые, во-первых, умеют работать. Во-вторых, они умеют налаживать связи с людьми. В других, ну, я не знаю, видимо, все-таки на мозге действительно это действует, да? Вот эта вот мелкая амотология. То есть в любом случае это важно не для того, чтобы вы стали музыкантом, а, в принципе, для... Мне кажется, все-таки вот это умение слушать, которого сейчас очень не хватает нам, вообще взрослым тоже. Мне кажется, что вот этот момент, он прорабатывается очень серьезно, пока мы еще все. Поэтому не надо им пренебрегать, потому что иногда будет важнее послушать, чем самому собирать. Вот. Поэтому насчет давления, на сколько его нужно оказывать и кому сколько его нужно, это вопрос без ответа. Ну, кто-то говорит, бабушка говорит, да ты мне потом спасибо скажешь. Потом человек говорит, не скажу тебе спасибо, это музыкальная школа была мне зря, лучше бы я там. Такое тоже может быть, по-моему. Так что я не знаю. Просто мне бы хотелось, чтобы это не было таким мучительным испытанием для людей, а чтобы у нас существовала очень большая прослойка любительной музыки, которые непрофессионалы, но любят, иногда немножко могут, а может быть и даже не умеют, но они любят слушать. Потому что у нас есть такой пробел, да, непрофессионального, спокойного музыкального образования. Вот. Всё. Если хотите, ещё что-нибудь. Мальчик Елена молчает. Заслушается. Всё. Я хочу посидеть. Если ещё, опять же, есть вопросы. Если хотите, что-нибудь с книжками, могу сказать, что вот эти книжки есть у меня, вот эти книжки есть, вот эти вот самокат, про книжки вообще ничего не сказал. Про музыку. У меня книжка вот эта, да, основная ответа. И вот эта тоже, но они всё-таки не совсем про музыку, они в той же очереди отношения. Потому что, ну, это самая такая тема, да, которая у нас все очень волнует, откуда мы на друзей берём, и как мы их сохраняем потом. Может, у нас храним вот эти вот вещи. Вот. А вот эта книжка, мне кажется, кроме всего, что про неё говорят, много совершенно неожиданных для меня вещей. Вот. Я совершенно это не рассчитывала. Мне кажется, очень важная вещь, как бы, наверное, в одиннадцать, двенадцать, двенадцать лет, есть два момента, ну, для взрослых тоже. С одной стороны, мы должны научиться контактировать с другими людьми, ну, понимать их, да, понимать, что другим людям от нас надо, и пытаться иногда под кого-то подстроиться. С другой стороны, нужно не терять себя, понять, что ты хочешь сам. Потому что тот же у меня очень важные слова сказал, мой учитель в Крипке. Он сказал, мы с ним ехали в трамвае, номер четырнадцатый. Помню момент, когда он мне сказал, что ты ему, вот, я не помню причину, даже он мне его и сказал, тебе не нужно быть такой, как хочет твоя мама, твой папа, как хочу от тебя я, как хочет Юра. Вот, потом стал моим мужем, но, видимо, очень его задевало, что-то такие, как-то, да, я так с двух со мной занимался. Вот. Тебе нужно вот быть такой, какой ты сама от себя хочешь. И это очень важно, потому что, особенно для девчанок, мы часто это теряем. Потому что очень хочется понравиться, девчонкам больше хочется понравиться, чем мальчишкам. Потому что начинается очень маленькое возрасте, есть эта разница. Девчонки хотят сделать, чтобы их похвалили, а мальчик вот почему я должен. То есть мальчику нужно объяснить скорее, да, что не то, что ты должен сделать, а вот почему это надо самому, и тебе. Поэтому очень часто, например, бывает, что в музыкальной школе мальчишек мало, женщине их уже половина, просмотрели их уже большинство. Потому что в музыке остаются люди, которым действительно это надо, у них получается лучше. И мне кажется, что вот эти важные вещи, потому что, с одной стороны, контакты с другими людьми, с другой стороны, понять, что ты сама от себя хочешь. И вот эта книжка, мне кажется, неправильная. В общем, вот эта книжка вообще одна. Как меня сейчас обрадует компас, гид-тираж закончился. Но они обещают, чтобы его сделать еще. Все эти книжки, они есть у Карнея Ивановича, и я стараюсь, чтобы они там были подписаны. Вот. Вот эта книжка в самокате есть, и, я так понимаю, много было, да? Действительно не прошло. Я ее взяла в самокате, сейчас верну. Вот эти книжки есть у меня, потому что, в связи с 3-го вставлено, а тут даже есть у меня. Они есть. Есть, опять же, в Карнея Иванович. Все. Если есть еще что-нибудь спросить. Спасибо тебе. Он у них может отраспелиться нам как сын. А подпишутся на inevitably. А подпишутся на? Хорошо, так. Конечно. За ответ. Давай-ка. Познались. Да-ка. Продолжение следует...